Музыка Меня зовут Дмитрий Журкин, я винный эксперт, я директор по импорту компании «Ладога», аккредитованный преподаватель школы «Вина Бордо», и сегодня я приглашаю в школу, которая называется «Вайн Мастерс», школа, которая открывает свои двери 1 февраля и обещает вам сделать вас либо знатоком, либо винным экспертом, в любом случае специалистом в области вина, его подачи, продажи, закупки и употребления. У меня есть успешный и богатый опыт создания руководства подобными школами, у меня есть достаточно объемный портфель, так можно выразиться, выпускников, чем мы занимаемся в школе, что может получить заинтересованный слушатель, который в нее поступит, и как вообще, в какой атмосфере проходят занятия, и что такое вообще заниматься вином. Заниматься вином – это дело не скучно академичное, вино на радость нам дано, и я каким-то образом всю свою жизнь пытаюсь продемонстрировать такой очень легкий, иногда глубокий, иногда серьезный, иногда полусерьезный, но в любом случае легкий и жизнерадостный подход к этой теме. В качестве иллюстрации нашего академического курса мной была выбрана тема Бордо. Конечно, мы говорили сегодня о многих вещах, но Бордо было тем материалом, который помог нам многие вещи раскрыть. Бордо – это вечная тема, Бордо всегда Бордо. Бордо – это законодательный мод и источник винных знаний и винной светской жизни. Бордо – это притягательный центр, место паломничества винолюбов, гурманов и любителей приятных ощущений от жизни. Я очень рад, что присутствовавшие гости задавали мне очень много вопросов. Мы на самом деле сумели пройти в легкой развлекательной форме материал, на который в школах Семеле отводится от двух до четырех занятий, в зависимости от школы. Кроме того, мы поговорили о том, как это – ходить в винную школу. Вообще парадокс, да? Школа – это что-то серьезное, это уроки, это лекции, это слушать, запоминать, давать экзамены. А вино – это развлекаться, веселиться и вообще наслаждаться жизнью. Как это соединяется в одном словосочетании «винная школа», мне кажется, сегодня стало ясно. Бордо – это колоссальный виноградник. Бордо – это источник великого разнообразия вин. Сегодня удалось продемонстрировать несколько классов белого вина, несколько разнообразных по происхождению образцов красного вина и завершить дегустацию сатерном, знаменитым, батриотизированным сладким натуральным вином. Одним гостям понравилась «Белая из Грава», другим – «Сантемильон», третьим – «Омедок» со старой лозы «Биевинь». Но что касается сатерна, я не помню дегустацию, чтобы хоть кому-нибудь не понравился этот образец. Это абсолютно беспроигрышное предложение. Сатерна в последние годы пьется немного, он не совсем соответствует современному вкусу, но один бокал до или после обеда обязательно должен сопутствовать торжественному обету. В школе мы занимаемся практически 4 месяца. Если это вечерний курс, то 2 раза в неделю, или 2 вечера в неделю, если дневной, то 3 раза в неделю. Любое занятие сопровождается дегустацией образцов, иллюстрирующих пройденную тему. От 4 до 7 наименований каждый раз. И комментарии преподавателя, который учит узнавать вина, дегустировать вина, угадывать, между прочим, вина. Так что, помимо сугубо профессиональных достижений, можно будет выделиться в компании друзей, устроив какую-нибудь игру, угадайку, называя безошибочно или шабли, или медок, или эльзанский рислинг, или какой-нибудь бесподобный пеномар из кодора. Занятие в нашей школе – это практически клубная жизнь. Приобретаете новые знания, новые интересы, удовлетворяете жажду знаний и приобретаете новые друзей. Я действительно рекомендую откликнуться на наше приглашение и прийти в школу Квайнмастерс.